С древних времен, происходящие далеко в космосе явления, люди считают особыми. И влияние этих явлений на жизнь человека и человечества в целом заметили уже давно. Важно и то, в каком знаке проходят затмения. Затмения, которые происходят в знаках близнецов и стрельца, и поскольку эти затмения относятся к циклу Сароса, который несет несколько кармический оттенок, то эти затмения, эта серия затмений, она считается осложненной. Плюс складывается очень такая интересная ситуация, поскольку осложняется эта затмения еще рядом напряженных аспектов, которые отражаются в силу своей энергетики на наших отношениях, на наших мыслях, на нашем восприятии жизни. В частности, могут быть бессонница, тревожность, повышенное какое-то желание всем все сказать, всю правду. Чего как раз делать абсолютно не рекомендуется. С точки зрения астрономии, солнечным затмением принято называть явление, при котором Луна полностью или частично затмевает Солнце от жителей Земли. Это явление происходит только в строго определенных условиях. Так уж получилось, что размеры и расстояние Луны и Солнца относятся друг к другу 1 к 400. Это условие выполняется, и получается, что видимый диск Солнца имеет размеры такие же, как видимый диск Луны. 32 минуты дуги в среднем. Вот когда они совпадают по размерам, Луна в какой-то средней точке своей орбиты находится и попадает между Землей и Солнцем, она закрывает Солнце точно по диску. Мы наблюдаем полное солнечное затмение, становится темно, видна корона солнечная, становится очень красиво. Солнечное затмение бывает трех видов. Полное, при котором Луна полностью закрывает собой Солнце. Частное, при котором Луна проходит по диску Солнца по краю, скрывает только его часть. И самое редкое – кольцеобразное, при котором Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре из-за большого отдаления и не может скрыть его полностью. Когда Луна находит точно, если на Солнце центр совместить, то вот ободок солнышка яркий, он остается. Получается кольцо. Но оно очень яркое, поэтому во время кольцового солнечного затмения не наблюдается корона. Потому что Солнце, оно забивает яркостью. Но такое редкое событие. Значит, из всех солнечных затмений в течение 18 лет, где-то порядка, наверное, 40, сейчас точно не скажу, порядка 40 солнечных затмений, из них не больше 8 кольцеобразных. На территории России лучше всего кольцевое затмение можно было увидеть в северных регионах. Самую полную картину наблюдали жители Чукотки. В Рязанской области пик затмения пришелся на 14 часов 26 минут. Но увидеть его было нельзя из-за высокой облачности. Что ж, быть может, в следующий раз любителям всего необычного повезет с погодой чуть сильнее. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».